Я могу вам сказать одну вещь, что правильное произношение имеет технически важное значение, потому что если ты не знаешь, как правильно эти звуки издавать на английском языке, то ты не способен распознавать речь на слух. Если ты правильно произносишь слово, то ты это слово распознаешь в речи других людей, в кинофильмах, в музыке, которая звучит там вокруг, везде. Поэтому не удивляйтесь, что вы учите-учите язык с очень хорошим преподавателем, вы так классно друг друга понимаете, но потом вы обнаружите, что вы больше никого не понимаете, никто не понимает вас. И еще я могу вам сказать, вообще учить английский без правильного произношения – это деньги на ветер, потому что вы... Привет, друзья! Сегодня узнал, что мой хороший друг Михаил Шестов скоро проводит мастер-класс в Киеве и решил это видео записать. Ну, во-первых, я хотел сказать, что Михаил Шестов – это известный гений в области произношения, иностранных языков, известный тренер, и у него есть очень популярные онлайн-курсы, и такая новость очень необычная, я думаю, что она вам понравится. Понравится особенно моим друзьям, которые хотят изучить английский. Во-первых, Михаил прямо сейчас записывает большой профессиональный видеокурс по произношению, курс для самотренировок по книге «The Business Owners Defined». Это книга, это английский вариант моей книги «Обязанности владельца компании». То есть эта книга уже в Штатах опубликована, сейчас Михаил делает вот этот вот его знаменитый видеокурс по произношению, и этот курс позволит одновременно и произношение улучшать англоязычное, и книгу читать правильную об обязанностях владельца компании. Но мы давно уже с Михаилом сотрудничаем, и я могу сказать, на самом деле очень непростой человек, очень непростой, но абсолютно гениальный в своей области. Знаете, когда он критикует учителей, преподавателей с плохим произношением, у меня у самого мурашки по всему телу, но что интересно, это стимулирует действительно задуматься о произношении. Некоторые думают, что произношение в английском – это какая-то косметическая штуковина, это что-то ради эстетики, это что-то ради красоты, и это на самом деле не так важно, потому что главное, чтобы тебя понимать. Ну, я могу вам сказать, что вот уже в Нью-Йорке второй год работаю, сейчас провожу семинары на английском, многодневные семинары, уже довольно бегло пишу и так далее. И я могу вам сказать одну вещь, что правильное произношение имеет технически важное значение, потому что если ты не знаешь, как правильно эти звуки издавать на английском языке, то ты не способен распознавать речь на слух, ты не способен распознавать речь, ты не способен, когда ты не понимаешь, как эта штука вся работает, когда ты не понимаешь, как меняются звуки в зависимости от скорости, потому что когда меняется скорость речи, меняются звуки. Это удивительно. Ну, или, знаете, как нас с вами в школе учили произносить, что есть артикль the, the table, что-то такое, но такого артикля на самом деле нет, то есть в английском никогда практически вы этот звук не услышите, вы должны понимать, когда он произносится как the table или the table, что-то еще. В общем, произношение чудовищно важно, потому что если вы знаете, как правильно издавать звуки, то вы гораздо быстрее начинаете воспринимать англоязычную речь на слух, то вы в несколько раз быстрее запоминаете слова, потому что, ну, вот запомнить слово вообще, ну, как бы когда вы заучиваете слово, понимаете, если мы неправильно сами с вами произносим это слово, мы просто нам во много раз больше времени тратим на его запоминание, потому что, грубо говоря, оно не отзывается с окружающей средой, если ты правильно произносишь слово, то ты это слово распознаешь в речи других людей, в кинофильмах, в музыке, которая звучит там вокруг, везде, понимаете, радио, телевидение, ты везде это слово распознаешь, если ты неправильно его произносишь, ты его вообще не распознаешь, ты говоришь на каком-то выдуманном, несуществующем языке, на котором тебя понимает только твой преподаватель, который, кстати, к сожалению, я могу это отметить тоже, что далеко не все преподаватели имеют хорошее, как бы правильное произношение, поэтому не удивляйте, что вы учите-учите язык с очень хорошим преподавателем, вы так классно друг друга понимаете, но потом вы обнаружите, что вы больше никого не понимаете, никто не понимает вас. Смотрите, я еще, я хочу одну вещь сказать, произношение это не все, то есть некоторые люди слышат такое, говорят, вот все, сейчас вот я натренижую произношение, научусь издавать правильные звуки и, значит, ну, как бы все, и английский у меня сразу выучится. Нет! Но это один из базовых навыков, один из главных навыков. И еще я могу вам сказать, вообще учить английский без правильного произношения, это деньги на ветер, потому что вы, когда вы учите английский, вы вырабатываете определенные языковые механизмы. Когда вы учитесь кататься на велосипеде, да, то есть вы вырабатываете определенный механизм. Когда вы его выработали, то вы потом садитесь на велосипед. А вы не думаете о том, как держать равновесие или крутить педали, оно само просто едется. А вы думаете о чем-то другом, о птичках, о рыбках, смотрите вокруг и все такое. Вот с английским то же самое. Надо выработать этот механизм, на который вы будете садиться и ехать, как вы на одном языке, вы же не думаете, как произносить какие слова. И точно так же должно быть на английском. Но, понимаете, когда вы не научились правильно издавать звуки и инвестируете свое время и деньги в изучение английского, то вы создаете, да, какой-то механизм. То есть вы тратите на это больше времени, больше энергии, потому что правильное произношение легче запоминается, легче механизм создается. Но вы не получаете возврат на эту инвестицию, потому что вы создали какой-то механизм, который, да, он работает, но он не позволяет вам понимать окружающих, и он не позволяет нормально окружающим понимать вас. Поэтому произношение это не косметический вопрос, это не вопрос эстетики. Это вопрос, который потом вам возвращается в скорости изучения английского. Еще раз хочу повторить, он не заменяет изучение английского, как языка, с его словами, грамматикой и со всем остальным. Но он значительно ускоряет это изучение, он значительно ускоряет и заучивание слов, и самое главное, он значительно повышает, правильное произношение значительно повышает вашу способность понимать и быть понятым. Многие люди думают, что произношение в английском это какой-то косметический, значит, снобистский вариант. Нет, это просто подход нормальных здравомыслящих людей, которые хотят сэкономить свое время и силы, и они не любят тратить свое время зря. Так что очень рекомендую вам. Все, пока, ребята, хорошего дня.